Пол гектара сухой травы вспыхнули под Геленджиком. Сразу четыре таких же пожара тушили под Анапой. Это данные сводок МЧС за последние несколько недель. При этом настоящая жара на Кубани еще не пришла. На заседании Краевой комиссии по предупреждению ликвидации ЧС губернатору докладывают. Самый пожароопасный период еще впереди. Уже две недели у нас не было дождей и ожидается до конца практически второй декады у нас серьезных осадков. Потом будет небольшой перерыв и дальше у нас, когда уже температуры перейдут 30 градусов в отметку, и вот как раз вторая половина июля, эта температура уже будет преимущественно больше 35 градусов. Вот в этот период по нашим расчетам получается, что наибольшая максимальная вероятность возникновения пожароопасности пятого класса. Сегодня важно сработать на предупреждение, говорит Вениамин Кондратьев. Среди основных причин пожаров – неосторожное обращение с огнем. Ведь сухая трава горит не только в полях. Придомовые территории тоже нередко объяты пламенем, особенно если там вовремя не убран мусор или накиданы ветки. Полномочия по контролю за выполнением правил благоустройства территории и привлечения к административной ответственности виновных лиц возложены на административные комиссии городских и сельских поселений и муниципальных образований. Я хотел бы обратить внимание на статистику. По сравнению с прошлым годом, вот горячий ключ в прошлом году – ноль протокола административной комиссии, в этом году – ноль, Ленинградский район – ноль, Новопокровский район – ноль, Северский – ноль, Тихорецкий, Туапсинский и Услабинский. Как в прошлом году административные комиссии не работали, так и в этом году не работали. Дайте мне перечень тех должностных лиц, в целом по краю, которые, невзирая на меры, в том числе ответственности, они продолжают систематически не выполнять свои должностные обязанности. И все. И дальше мы поставим точку. Никто никого уговаривать не будет и не должен. Каждый просто должен выполнять свою работу качественно и все. Я всегда коллеге говорю, кто уже устал работать, но, наверное, нужно найти другое место работы. Там, где будет интересней. Там, где максимально человек будет выкладываться уже для того, чтобы результат получить. Но случается и так, что мусор горит в гораздо больших масштабах. От жителей сразу двух районов – Абинского и Крымского – регулярно поступают жалобы. Вот уже несколько месяцев тлеет полигон. Андрей Тойвич, что там за полигон такой? Ну, это полигон, конечно, красиво сказано. Скорее всего, свалка. Потому что, если бы этот полигон не дымился. А если 9 месяцев дымится, тогда уже давно надо что-то предпринять. И почему жители Абинского и Крымского района отворосты подняли? Потому что они живут в этом запахе. И в этом задымлении. Владимир Владимирович, полигон в Абинском районе – это лицензированный полигон, имеет лицензию. Возгорание там происходит в связи с нарушением технологии утилизации твердых бытовых отходов. То есть, не своевременно и не в полной мере происходит пересыпка мусора грунтом и инертными материалами. Неоднократно обращали внимание собственников этого полигона на эту ситуацию. Те даже сноилица, которые должны быть действенными и принципиальными. Может быть, они не до конца действенны и принципиальны. То есть, я не могу понять, почему до сих пор он дымится. А собственник этот, он что, ничего не боится тоже? Включите нам Абинский район. Вениамин Иванович, сегодня мы имеем в виде Ланцевой Анны Васильевны регионального оператора, которая прошла все конкурсные процедуры. Коллеги, я думаю, что можно и охранять свой полигон. Он же не поддерживает ее бездетельности, а наоборот, тогда взять и, смотрите, альтернативные способы замены и оператора, в том числе, и другого собственника. Если жители сегодня говорят об этом, если это подтвердится, тогда никаких уже оправданий, ни мне, ни жителям не нужно. Андрей Анатольевич, давайте выйти на место, сформируйте ответственных товарищей, четко мне доложите, есть задымление, нет задымления, есть запах, нет. Вот мне надо объективно еще к пятнице, вот к пятнадцатому мне нужен полный ответ. Чтобы избежать больших огненных трагедий, уже сегодня строго запрещено сжигание стерни и сухой травы, ведь пламя может запросто дойти до населенных пунктов. Особый режим введенный во всех городах участников Чемпионата мира по футболу. На Кубани это Сочи, Краснодар, Геленджик и Анапа. На время спортивного праздника там закрыты для прогулок и отдыха лесные массивы. Сегодня во всех городах введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет посещения лесов, разведения костров и все, что с этим связано. Вот здесь важно понимать, раз мы ввели особый противопожарный режим, как он тоже будет исполняться конкретно на практике. Не просто на бумаге ввели и все. Хотя бы для начала давайте до всех доведем то, что такой режим есть. И что в лес направляться для пикника уже нельзя. Не рекомендуется, а нельзя. Просто навалитесь сегодня на средства массовой информации, чтобы люди осознали, ведь слишком дорогая цена любого маленького костра, даже непотушенной спички. Слишком дорогая цена. Если мы это сможем оградить лес от желающих шашлыки пожарить, тогда, когда все-таки введен особый противопожарный режим, тогда на самом деле и будет тот результат, о котором мы говорим. Тогда и тушить, коллеги, ничего не придется. Уже сегодня в Краснодарском крае стартовала уборочная кампания. Начался курортный сезон. Считанные дни остались до чемпионата мира по футболу. А значит, времени на раскачку больше нет, говорит Вениамин Кондратьев. Все экстренные службы должны находиться в режиме полной готовности и вести постоянный мониторинг ситуации. Ведь причиной большого пожара может стать любая маленькая искра. Мария Крошина, Денис Маскаленко, Алексей Комаров, Кубань, 24, Краснодар.